Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня мы с вами будем говорить о весенне-летнем уходе, увлажнении, восстановлении, демакияж, антивозрастные средства, закрытые комедоны, проблемная кожа в целом, демакияж и многое-многое другое. Ну что, поехали! Давайте начнем с вечера, с очищения кожи и до макияжа. Если вы не впервые смотрите мои видео, то наверняка знаете, что на протяжении нескольких лет первым делом я снимала все при помощи гидрофильного масла и только потом гель для умывания и даже не всегда я пользовалась мицелляркой. Но несколько месяцев тому назад со мной приключилось что-то страшное, моя кожа была в ужасном состоянии, особенно левая сторона, и я еле привела это все в порядок, расскажу чем, как и вообще что мне помогло. Я не говорю, что это панацея, это поможет всем, но я пока что придерживаюсь определенных правил и гидрофильная масса в свое очищение я так и не вернула. Сейчас только если я накрашена, первый слой косметики я убираю при помощи ватного диска и мицеллярной воды. Если нет макияжа, то сразу гель для умывания. У меня в руках мицеллярная вода от бренда Белленда, у меня их много и я пытаюсь доиспользовать то, что есть. Мицеллярка на четверку, она предназначена для чувствительной кожи, она в самом деле не раздражает лицо, но она не то чтобы прям очень хорошо смывает макияж, особенно тушь для ресниц, поэтому скорее всего я к ней не вернусь. Больше всего мне нравятся аптечные, без запаха, например, Цераве или Ларош Позе. Дальше гель называется, догадайтесь, в трех раз. Конечно же это Цераве, мне идеально подходит это очищение, поэтому сколько всего я бы не пробовала, я всегда возвращаюсь к ним и всегда довольна результатом. Их есть много, я перепробовала все версии, вы выбираете ту, которая вам больше всего подходит по типу кожи. Все они без запаха, все они содержат комплекс церамидов, поэтому вы умываетесь, но при этом не убиваете свою кожу, они не вызывают чувство дискомфорта после умывания. Все они подходят для утреннего и вечернего применения, поэтому у вас сразу два в одном. Мне кажется, что самым универсальным именно на теплое время года будет вот этот. Хоть он и предназначен для нормальной и жирной кожи, в составе также есть неоцинамид, у меня больше склонна к сухости кожи, но тем не менее с ним у меня также все прекрасно. На данный момент я использую вот эту новинку, это увлажняющий гель для умывания для сухой и нормальной кожи. Я бы даже сказала, что и для комбинированной также. Он немножко пенится, он чуть более деликатный, конечно же смывает макияж и у нас с ним любовь. Вы не поверите, но сейчас я не использую эссенции и тоники. По всем канонам косметологии это неправильно, но каким-то странным образом на мне это работает. Я предельно осторожна сейчас в том, что я наношу на себя, на носу также сезон аллергии, я аллергик. Я столкнулась с таким диагнозом почти два года тому назад, когда я не могла выяснить причину раздражения, зуда, шелушения, покраснения. Аж 69% аллергиков борются именно с такими вот проявлениями аллергии. И мало того, что это вообще ни разу неприятно, ты еще становишься максимально раздражительным. Я также посетила своего доктора, она сказала, что сейчас все хорошо, продолжай в том же духе. И сейчас на ночь я использую крем от бренда La Roche-Posay. Это линейка Toleran Ultra. У меня ночная версия крема. И вот вообще вся гамма средств Toleran Ultra была разработана именно для аллергиков. Это очень деликатные формулы, в которых нет этилового спирта, парабенов, красителей и отдушек. Этот крем предназначен для увлажнения кожи, для успокоения, для ночного восстановления. И он очень здорово на мне проявил себя. Поэтому я наношу его сейчас очередной офишок. Не только на все лицо, но и под глаза. Раньше я не могла такое проделывать с другими кремами, потому что у меня было жжение. Глаза становились красными, появлялись припухлости. А здесь все здорово работает. Так что у меня опять же два в одном. La Roche-Posay специализируется на уходе за кожей. Это бренд, созданный вообще экспертами. Поэтому я склонна ему доверять. Кстати, сейчас на официальном сайте laroche-posay.ru в честь сезона аллергии проходит классная акция, которую мне хотелось бы поддержать. И поделиться с вами этой информацией. Если у вас чувствительная кожа, если вы аллергик, если вы хотели бы познакомиться с гаммой средств Toleran, это прекрасная возможность абсолютно бесплатно получить набор миниатюр, в который входит мицеллярная вода, сыворотка, крем и фильтр. То есть SPF 50. SPF это наше все в теплое время года. Не упускайте такой шанс. Я уверена, что вы оцените эти средства по достоинству так же, как я. Я оставлю всю подробную информацию, как всегда, в инфобоксе. Возвращаясь еще к этому крему, хотелось бы кое-что добавить. Он настолько универсальный, что он подойдет на любое время года. Он не оставляет ощущения пленки. Он очень хорошо увлажняет. Как будто насыщает кожу влагой и сразу убирает покраснения, если они есть. Также мне нравится то, что здесь помпа. То есть сюда не попадают никакие микробы. Упаковка легкая, поэтому если я куда-то поеду, я обязательно прихвачу его с собой. Говоря о креме под глаза. Да, конечно, они у меня есть. У меня сейчас многое закончилось из того, что на мне хорошо работало. Но я аж великий экспериментатор. На свою голову вскрыла что-то новое. Это крем от бренда Beauty Drugs, который я покупала давненько, но не открывала его. Здесь большой объем, 30 мл. Он с муцином улитки и по ощущениям очень увлажняющий. И даже под глазами спустя несколько минут это чувствуется. Кожа мягенькая и макияж на него хорошо наносится. У меня, возможно, индивидуальная непереносимость. Возможно, из-за того, что сейчас вот аллергия, у меня чувствительная кожа. Но у меня жуткое чувство вот сжения под глазами. И я несколько раз пересилила себя, а потом подумала, зачем мучить. Напишите мне, пожалуйста, у кого такая же реакция или я одна такая. Я не говорю ему нет, но попробую его чуточку позже, когда будет поспокойнее. И сейчас пока что вот спасаюсь какими-то подручными средствами. И да, сейчас у меня нет моего идеального крема под глаза. Я, так сказать, в поиске. Наверное, просто нужно купить то, что было раньше. И не заморачиваться. С вечерним уходом мы с вами разобрались. Перебираемся в утро. Знаете, что я все-таки покажу это. Я покупала крем от Пьюрита пару месяцев тому назад. И я не могу сказать, что он плохой. По сравнению с ЦРВ, вот честно скажу вам, что я бы выбрала ЦРВ. И вообще, мое доверие к бренду Пьюрита недавно пошатнулось после всего скандала с SPF. И я заметила, что постоянно вот грязная вся раковина. Я не могла понять, что течет. Я принесла снова этот гель и вижу, что это он... Зараза, простите меня, пожалуйста. По ощущениям это как косорекс. Для утреннего использования, в принципе, он неплох. Пахнет чайным деревом. То есть, сейчас все-таки хочется выбирать что-то без отдушки. Мне это жизненно необходимо. Я просто показываю, что он у меня есть. Я очень долго им пользовалась. И я не могу на него как-то сильно жаловаться. Но есть определенные недостатки. Возможно, вы искали какой-то отзыв. И хочу еще добавить, что для вечернего применения он не особо подходит. Потому что он не досмывает косметику. Даже если первый слой снять при помощи мицеллярной воды. Поэтому, ну, для утра, возможно, если бы не спецэффекты. Пока кожа еще немножечко влажная после умывания. Я, опять же, не наношу тоники эссенцию. А просто добавляю несколько капель сыворотки от Виши. Которая, к сожалению, уже заканчивается. Это один из самых таких громких запусков. Я рассказывала подробно о ней. Это сыворотка из линейки Lift Active Supreme. И она с рекордным содержанием гиалуроновой кислоты. Здесь полтора процента. Это сейчас моя база. То, с чего я начала свой рассказ. То есть, вечер и утро. Это то, что я использую прям каждый день. Эта сыворотка довольно легенькая. Она без отдушек. И она не как вода. То есть, она не впитывается под ноль. Она сразу дает хорошее увлажнение. И я также использую ее под глаза. Если у вас жирная и комбинированная кожа, то я думаю, что вам вполне этого достаточно будет именно в теплое время года. И на нее также очень круто ложится макияж. Мне она настолько понравилась, что я уже заказала себе новую. Жду, когда она ко мне приедет. Также здесь удобный аппликатор в виде такой пипетки. Все очень гигиенично. Нажимаешь, средство попадает сразу тебе на руки. Быстро распределяешь. Класс. Когда эта сыворотка приехала ко мне в пиар-рассылки, там был еще и дневной крем с SPF 30. Также Lift Active Supreme. И я подумала, что не стоит рисковать и сочетать ее с какими-то другими линейками, с другими брендами. Я очень боялась ухудшения состояния кожи. И я начала использовать их в дуэте. Вся вот эта гамма Lift Active Supreme предназначена для увлажнения, восстановления, разглаживания кожи. Устранения первых морщинок. И я подумала, что как раз будет хорошо и не нужно будет отдельно наносить SPF. Тем более, такой высокий фактор защиты SPF 30. Непонятно, то есть солнце, то нет. Лучше пусть он будет, чем я о нем забуду. И потом будут пигментные пятна. Опять же, после моих высыпаний. Потому что постакне тоже не спешили уходить с моего лица. И я хочу сказать, что этот крем суперски мне подошел. У меня здесь где-то вот одна треть осталась. У него такая насыщенная, взбитая, немножко суфлешная консистенция. Он с легкой, просто кремовой отдушкой. Но не навязчивой. Супер приятная. И этот крем я наношу в небольшом количестве. Этого вполне достаточно для увлажнения. И если у вас сухая кожа, если она обезвоженная, то вам также понравится. Но я советую вот у кого комбинированная кожа или жирная, именно в теплое время года поискать где-то пробники, поспрашивать, возможно, в аптеке. Потому что он вот именно такой защитный. Он предотвращает потерю влаги. И он ощущается на лице. Так как у меня сухая кожа, она его проглатывает там спустя несколько минут. И потом макияж так ровненько тоже ложится. Мне кажется, что вместе с сывороткой это просто сейчас очень подходящее для меня сочетание. И когда он закончится, нужно будет заказать еще один. Пока он впитывается, я еще и поверх утром успеваю сделать массаж при помощи скребка гуаша. Это не занимает много времени, но это хорошо подтягивает овал лица, пробуждает кожу, разгоняет лимфу. И также расслабляет какие-то зажатые мышцы. Мне очень нравится эффект после массажа гуаша. А если есть еще и возможность посетить профессионального массажиста, который специализируется на массаже лица, или возможно ваш косметолог делает массаж лица, это вообще лучший подарок себе. Я прошла такой курс осенью, по-моему, перед праздниками. Ну как-то то ли в межсезонье в прошлом году, перед зимой, то ли зимой. В общем, вы помните, я тоже делилась с вами своим опытом. И если бы можно было бы, я бы вообще каждую неделю несколько раз ходила. Но у нас сейчас закрыты салоны красоты. Также я сейчас ограничена в выездах, потому что я сижу с детьми. Ну, в общем, пытаемся справляться подручными средствами. И пока что я довольна результатом. Теперь давайте перейдем к тяжелой артиллерии. Это те средства, которые я использую по необходимости. Или же для профилактики один раз в неделю максимум. Когда у меня приключилась вся вот эта история с высыпаниями, это не обычные прыщи. Это как будто забитые очень глубоко поры, которые сами по себе не могут очиститься. То есть воспаление продолжается и продолжается. Это длится бесконечно. Я ездила на чистки, и даже они не особо помогали. И это не обычная мануальная чистка, которую делаешь один раз в месяц или раз в полгода. У каждого по-разному. То есть помимо проколов вообще ничего не работало. Но бесконечно прокалывать какие-то несовершенства на лице – это также не выход, потому что образуются рубцы. И, в общем, я начала искать проблему. Помимо того, что я посетила косметолога и дерматолога, я проверила пищеварение. Я проверила щитовидку, гормоны, в том числе гормон стресса, кортизол, там еще ферритин. В общем, целый комплекс всего, что только можно. И оказалось, что именно кортизол у меня был далеко не в норме. То есть стресс сделал свою работу. Когда мы стрессуем, то себом становится более вязким. Его сложнее растворить и убрать, и как минимум без салициловой кислоты тут не обойтись. Но в первую очередь спокойствие и только спокойствие. Пока вот здесь внутри мы все не стабилизируем, не всегда это возможно. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что ты не можешь не переживать. Но пока ты не совладаешь с собой, все, что у нас на лице, само по себе не пройдет. Это первое. А что касается щитовидки и прочего, здесь я не советчик, потому что к счастью или к несчастью, я даже не знаю, как тут можно однозначно утверждать. Но я много работала над собой. Это я могу вам сказать с полной уверенностью. И если бы я не пришла к этому, я даже не представляю, что было бы со мной и внутри, и снаружи. Что касается косметики. Моя косметолога посоветовала мне пэды от бренда Holy Land из линейки Act Nox. Они предназначены именно для проблемной кожи. Очень дорогое средство, мягко говоря. Здесь их 60, но при использовании один раз в неделю их хватит надолго. Они пропитаны салициловой кислотой, гликолевой кислотой и вообще комплексом АХ кислот. То есть то, что поможет и растворить салициловую кислоту, и также как бы убрать ороговевшие частички кожи. Все, что делают кислоты АХ, да. Также помогает обновить кожу, убрать все лишнее. И вообще, в принципе, освежает и также выравнивает текстуру. И, конечно же, кислоты это и антивозрастное действие в том числе. Пэды пахнут кислотой, так как обычно. Я не могу сказать, что они супер агрессивные. И я вот использую их и потом поверх что-нибудь очень сильно восстанавливающее, чтобы кожа не шелушилась. Иногда у меня бывает так, что через день после использования у меня там легкое шелушение может выступить, но это быстро проходит. И так как я сказала, что для профилактики максимум один раз в неделю. Не каждый день, ни в коем случае. Но я заметила, что когда начала пользоваться ими, то действительно все стало лучше. Конечно, это работа в комплексе, но тем не менее, я не жалею, что я так сильно потратилась. Еще одна суперстар моей косметички, которую вы частенько у меня видите. Это сыворотка от бренда La Roche-Posay Effaclar. Я также люблю крем-гель Effaclar Duo. Но пока что она есть у меня и продолжаю ею пользоваться. Кстати, у меня осталось где-то одна треть. Я наношу ее именно локально на несовершенство, для того, чтобы подлечить, чтобы поскорее убрать красное пятно. Ну, я бы без нее уже просто не смогла. Или хотя бы без крем-геля Effaclar Duo. Я очень люблю эти средства, очень ценю их за то, насколько быстро и эффективно они справляются с высыпаниями и также с последствиями. Потому что, если не лечить красное пятно, то оно может под воздействием солнца, например, превратиться в пигментное пятно, в такое бурое, некрасивое. И вот от пигментного пятна избавиться гораздо сложнее. Поэтому сейчас, если уже все заживает, я мажу именно пятнышко. Показываю здесь, потому что это так долго здесь с левой стороны находилось, что я аж привыкла к тому, что левая сторона у меня проблемная. Сыворотка очень мощная, такая интенсивная, концентрированная. Поэтому у меня сухая кожа, мне не зачем мазать ее прям на все лицо, только частично там, где есть какие-то неприятности. Это у меня от Левант, который я опять же купила у косметолога. Я почитала на этот лосьон довольно спорные отзывы. Кто-то его боготворит, а кто-то говорит, что вообще не понял, о чем это. Это лосьон под названием Миллениум. Я, честно говоря, не помню, что именно там в составе, но косметолог говорит, попробуй, не покупая целую банку, вот я тебе отолью так чуть-чуть. И это что-то, что должно убирать черные точки и комедоны. Я скажу так, там, где у меня есть черные точки, они есть. Они сами по себе не отвалятся. Но для меня этот лосьон вот работает как что-то очень разрыхляющее, такое, знаете, смягчающее что ли поры. И даже если есть черная точка, которая то никак не может образоваться где-то внутри и выйти наружу, это средство как будто все вытягивает. И оно прям вот, черные точки становятся прям вот на поверхности. То есть небольшим мануальным движением это можно, грубо говоря, выдавить и убрать. Лучше, конечно, не давить, но когда это прям на поверхности, это убирается быстро, это нетравматично. Это вот если сделать вечером, то утром уже кожа идеально гладкая. Конечно, я сейчас максимально стараюсь не давить лицо, но я заметила, что если я стрессую, я потом еще себе как надавлю. Так что в первую очередь работать над своими вредными привычками и над гармонией внутри. Я, наверное, куплю себе еще полный размер такого лосьона, когда он закончится. Но я его использую тоже не каждый день, а где-то раз в неделю. Выбираю себе какой-то день для этих пэдов и, ну, через несколько дней, например, использую этот лосьон для профилактики. И тоже на тех участках, где у меня есть высыпание, а не на все лицо. Пэдами я прохожусь по всему лицу, а этой штукой только по тех местах, где у меня сейчас больше всего, где меня сейчас сыпят. Чем я восстанавливаю кожу? Зачастую, если я использую, например, пэды, то это или ампула тоже от La Roche-Posay, гиалубы 5. Я подробно о них рассказывала. Здесь тоже большое содержание гиалуронки. И именно, вы знаете, после каких-то процедур, после очищающей маски, например, после кислотного пилинга, после кислотных пэдов, после кислотного тоника. Если вам хочется супер увлажнения перед каким-то важным мероприятием, я люблю использовать ампулы. Эти ампулы можно также использовать курсом. Их здесь 7 штук. Или, например, перед свадьбой, там, девичником, днем рождения и так далее. То есть, когда вам нужно прям сиять, блистать, когда вам нужна супер увлажняющая бомба. У меня были еще и ампулы от бренда Babar. И у меня было огромное количество там разных. И они стоят так дорого, что я перестала вообще видеть между ними какую-то разницу. И, честно говоря, если выбирать, то мне кажется, что это более выгодно, как минимум. И также ампулы Babar. Некоторые вообще ничего не делали. То есть, я наносила вечером, утром просыпаешься, и как будто даже вот кожа как бумага. Как будто кожи не хватает увлажнения. Как-то вот слишком дорого для того, чтобы искать какой-то вау-эффект. Также у бренда Belinda есть ампула. Я одно время пользовалась ей. И вообще, если куда-то еду, например, забрасываю ампулы. Потому что знаю, что моя кожа очень резко так реагирует какими-то несовершенствами, пересыханиями. Именно во время путешествий. Или вода меняется, там, питание и так далее. Что с витамином С? С витамином С такая история, что я осторожничаю. И сейчас снова вернулась к сыворотке, которая самая дорогая вообще из всего, чем я пользовалась, насколько я помню. Это сыворотка от бренда SkinCeuticals. Но когда у тебя проблемная кожа, ты готова отдать вообще последние деньги, лишь бы это закончилось. Это сыворотка флоретин. Она со скрабиновой кислотой, фируловой кислотой, флоретином. И она лучше всего проявила себя, когда кожа была именно проблемной. Когда нужно было сильно выравнивать оттенок. Когда нужно было убрать какие-то постакне. И это сыворотка накопительного действия. Чем дольше пользуюсь, тем лучше результат. И у меня была миниатюра, я очень сильно прониклась. И я считаю, что это то средство, на которое стоит копить, откладывать деньги и потратиться, если вы хотите рабочий витамин С, который поможет и разгладить кожу. И как только я удостоверюсь, что все мои неприятности позади, я обязательно включу эту сыворотку в утренний уход. Или в вечерний. Я пока что не решила, но запаслась. Также у меня есть сыворотка с витамином С, с галактомисисом для проблемной кожи, для сияния от бренда Сомбайми. Я покупала ее давно и до сих пор не попробовала. Но это вот то, что я приготовила для себя. Это сыворотка с 10 витаминами. Там вообще на нее очень крутые отзывы. Конечно, не такие, как на SkinCeuticals. Потому что ей прям поклоняются. Если вы почитаете тех людей, которые разбираются в уходе, многие именно для проблемной кожи, для жирной кожи рекомендуют вот эту. Она прям как аж подсобирает поры, делает их более упругими такими, не настолько рыхлыми, не настолько заметными. То есть это, знаете, как комплексное действие на кожу в целом. Что касается Сомбайми, ничего до сих пор сказать не могу, но когда-то ее попробуем. Экспериментатор во мне не умирает. Это страшно. SPF. Беспроигрышный вариант, который вот проверен временем. Это Ангелиоз от Ларош Позе. У них есть там целая гамма средств. И в том числе для жирной, проблемной кожи с неоцинамидом супер вещь. Она у меня, к сожалению, закончилась в прошлом году. Вот этот такой подручный. Он продается еще в маленьком формате. Удобно забросить в сумочку, носить с собой. Если я не крашусь летом, то я умылась, снова нанесла SPF. Класс. И он очень легкий. Он не ложится какими-то белыми непонятными пятнами или вообще белым большим полотном. То есть он и легкий, и при этом очень хорошо защищает. И для детей я также беру в спреи вот каждый год, уже лет так 6, наверное. Всегда у меня в спреи SPF 50. Самую большую защиту беру. Зачем соглашаться на меньшее? Это вот то, что можете приобрести в ближайшей аптеке. Для того, чтобы обновить SPF, у меня есть вот такой спрей от La Roche-Posay тоже. Ангелиус SPF 50. Их у нас разбирают настолько быстро, особенно в теплое время года, что нужно еще поискать. Потому что это очень популярный продукт, так как он работает. Он распыляется на лице. И даже если я накрашена или там на мне есть SPF, но ситуация кризисная, пусть лучше так, чем совсем ничего не сделать. Я SPF обновляю регулярно. Или, например, я целый день снимала, и потом мне нужно куда-то бежать. Раз-раз-раз нанесла. Здесь очень мелкий распылитель и супер вещь в сумочку. Также я запасалась корейскими SPF. У меня вот такой G9 Skin SPF 50, P4+, он очень легкий. Он быстро впитывается как бы в кожу, без белых полосок. Но его нужно заказывать. Если вы хотите попробовать что-то новое, ну почему бы и нет, но он чуть пахнет. И вы знаете, сейчас пока что я сижу на креме от Виши, и я знаю, что я все использую, потому что SPF у меня улетают на ура. Среди корейских также есть огромное количество хороших SPF. Маски для лица я сейчас не использую, никакие там очищающие, потому что гораздо более эффективны вот эти пэды или же лосьон. То есть я делаю акцент на увлажнение, на успокоение, на какой-то лифтинг, экспресс эффект, перед нанесением макияжа, когда я буду снимать видео, когда мне хочется выглядеть более свежей и отдохнувшей. То есть кожа хватает увлажнения после ночи, но я вижу, что все равно я, блин, такая уставшая. Все это стресс. И мне очень нравятся вот эти маски, которые я регулярно допокупаю, обновляю. Это антиподис с маслом, с маслом, с медом манука. Она вот одна из самых-самых. Она очень хорошо увлажняет. И вот когда ее смываешь, даже нет необходимости наносить крем. Это супер маска. Это тоже могу сказать, что маска Золушки. Увлажняющая маска от бренда Айзенберг. Ее я наношу тогда, когда делаю микротоки. О микротоках давайте поговорим в следующий раз, потому что и так очень объемное видео получается. Мне нравится, что она такая легенькая, но при этом действенная. Если купить со скидкой, то вообще класс. И моделирующая маска. Я ее недавно приобрела снова, так как были скидки. Я знаю, что это то средство, которое я доиспользовала до конца. Эта маска подтягивает кожу. Вот это заметно. Если нанести даже на одну половину лица и сравнить потом со второй, то явно видно, что как будто такой вот пламп эффект наступает. Такое все подтянулось. И она еще увлажняющая. Выравнивает оттенок кожи. Антиподис тоже, но здесь больше именно эффект лифтинга. Рассказала вам о базовом уходе, о каких-то дополнительных средствах. А что с уколами, спросите вы? Я не колю ботокс. То есть у меня движется все. Но, наверное, за счет того, что я снимаю видео и вижу вот эту всю гармошку, когда я проявляю какие-то эмоции, я заставляю себя контролировать как минимум свои брови и постоянно вот этим вот не заниматься. Но у меня все движется, все нормально. Наверное, это сейчас выглядело страшно. Но ботокс я не колю. Ну, возможно, пока что, но, наверное, я к этому еще не пришла. Возможно, я никогда не приду. Также я не колю никакие филлеры. Я ужасная трусиха. Я побоялась бы сделать себе носогубку, потому что мне кажется, что я буду вот таким как шариком. У меня есть щечки. Как-то не знаю. Я, наверное, трусиха. Что же я колю? Я колю биоревитализацию. Я уточню у своего косметолога, что именно она использует. Она всегда мне показывает. Но я аж вечно в своих каких-то мыслях не запомнила. Это не что-то, что заполняет, грубо говоря, выталкивает морщинки. Это что-то, что наполняет кожу влагой. То есть, в первую очередь, это гиалуроновая кислота. И также, помимо гиалуронки, там есть какие-то компоненты, которые стимулируют собственную выработку коллагена и эластина. То есть, чтобы кожа была более упругая, более молодая, такая сияющая. И я колю не только все лицо, конечно же, область под глазами, шею и декольте. И на декольте, пожалуй, видна самая большая разница до и после. Именно после курса биоревитализации я обычно делаю три. И я вот сделала раз. Сейчас у нас все закрыто. Сделаю второй раз. И потом уже ближе к лету третий раз. Я подарила такой же курс своей свекрови на праздники. И она в восторге. Она тоже боится колоть себе что-то. Это чисто, вы знаете, обновление кожи. Как пинок вашему эластину и коллагену. Она выглядит настолько сияющей, отдохнувшей. И я одно время что-то как-то не особо прониклась биоревитализацией. Но последний раз я сделала. И мне тоже нравится результат. Также я делала курс РФ лифтинга в прошлом году. И РФ лифтинг это довольно популярная процедура, с которой я очень, не то что очень, я настоятельно рекомендую вам быть крайне осторожными. Потому что все, что вы видите на звездах до и после, когда сварили их собственный коллаген, да, и все вот так вот натянулось, все там вообще омолодилось на 20 лет, это плохо. Потому что эти процессы необратимы. Потом начнется такое провисание. То есть очень важно, чтобы у вас был грамотный специалист, чтобы препарат был, скажем так, толковым, чтобы вам не поставили самую большую мощность и не сделали только хуже. То есть я очень доверяю своему косметологу, которая по образованию врач тоже. Поэтому как бы это не просто двухнедельные курсы, и она что-то там рекомендует. Она очень хорошо разбирается, в принципе, в здоровье, и у нее огромный опыт. Я ставлю тоже контакты своего специалиста в Кракове. Это никогда не реклама. Я всегда от сердца делюсь с вами тем, чем пользуюсь, также к кому хожу. Я с удовольствием поддерживаю людей, которых довольно сложно найти, вы знаете, в бранже, чтобы не прогадать и не ухудшить все. В общем, мне делали курс из шести процедур, и действительно после окончания, там прошло какое-то время, овал лица улучшился. Плюс я делала массаж гуаша, при том, что я не молодею, как мы все, и все вот эти стрессы, усталость. Прошлый год был довольно сложным. Оказалось, что этот еще сложнее для нас всех, но во всяком случае не стало хуже. И также мне кажется, что именно гусиные лапки, вот область под глазами тоже хорошо так укрепилась. То есть для меня это был как укрепляющий такой эффект, а не прям наглядное до и после, что я стала вообще выглядеть на 20 лет. Вот такие дела. Мне кажется, что я рассказала все максимально подробно, поделилась с вами своим опытом. Буду благодарна вам за пальчик вверх. Это одно из самых сложных видео. Мика уже дышит под дверью, что Оля, заканчивай, нам пора идти на прогулку. Я надеюсь, что вам было интересно, что вы узнали что-то новое. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.